Привет всем! Захотелось чуть-чуть поболтать, пару слов сказать на тему одного из последних видео Коуч Редпилла, который я смотрю регулярно и в целом, в общем, очень уважаю и поддерживаю. Видео называется «Почему бездетные браки всегда распадаются?». Заголовок на самом деле не очень отражает содержание, он вообще-то большую часть времени говорит про другое. Любопытно, как человек, который сам себя назвал «Коуч Редпилл», то есть тренер красной таблетки, может иметь такое ярко выраженное слепое пятно на самом таком видном месте. Человек сам понимает, что глупо жениться из-за секса, глупо жениться из-за бытового комфорта и следующим пунктом говорит «Зато нормально жениться ради детей, потому что это самая ценная вещь и это то единственное, ради чего можно жениться». Там ближе к концу говорит, что даже по-хорошему жениться нужно, когда женщина уже беременна или уже дети даже появились. Вот тогда это имеет смысл. Причины, которые он для этого приводит, довольно смешно звучат для любого человека, который как раз на таблетке касался и смысле фильма, и смысле понятия. Он сам говорит «Брак – это законный контракт, который гарантирует, что дети и мужчины являются его детьми и что у детей будет снабжение от мужчины. А мать, поскольку для нее тоже дети самое главное, как и для отца, она будет делать абсолютно все, в первую очередь для детей, чтобы детям было хорошо. Я, в общем-то, не собираюсь тут спорить, тут нет непреложных истин. Это, так сказать, частное мнение на частное мнение. Просто, насколько я знаю, как раз брак не гарантирует, что дети и мужчины являются его детьми. Я думаю, мы все это знаем. Причем, ошибки могут быть в обе стороны. Чужие дети автоматически стали твоими, и твои дети автоматически стали чужими. Насчет снабжения от отца тоже, в общем, ну, нормальный отец делает это сам. В этом моя главная претензия к механизму алиментов состоит. И даже если опираться на алименты, они вообще-то к браку, ну, никак не привязаны. Я понимаю, что у коуч Рэдпилл, у него какая-то особенная ситуация, он сам является гражданином какой-то из стран первого мира, а живет, и дети, судя по всему, его тоже. Они живут на Украине. Конечно, у него есть какой-то огромный экономический рычаг, как в одном Яралаше было, да? Челма не действует, вот без этой штуки. А насчет жены, которая теперь всегда будет думать в первую очередь о детях и исходить из их нужд и интересов. Тут нужно вспомнить про всех РСП, которые таскают домой череду чужих мужиков, в то время как их ребенок там находится или спит за соседней стенкой. И грустно улыбнуться по этому поводу. Но самое фундаментальное, конечно, не это. Я когда-то делал ролик, и даже с самого времена от времени пересматриваю, чтобы себе самому об этом напоминать. Называется «Семья версус Димья». Коуч с такой гордостью говорит, что вот мои двое детей – это мое самое главное в жизни, так сказать, цвет моих очей и все такое. Ирония в том, что это ровно та фраза, которую произносит мусульманский священник на проповеди. И в ответ на то, что человек ему это сказал, он ему сказал, «Если ты правду говоришь, что мне тебя жаль, твоя семья построена неправильно, ты живешь неправильно. И это тебе отзовется». Дети не являются целью брака, даже церковного брака. Это побочный его эффект. Дети не являются фундаментом брака. Это очень плохая основа для брака, очень неустойчивая, очень слабая. Это вредно и детям, потому что на них лежит такой чудовищный груз. Они являются гвоздем, на котором вот эти ножницы работают. И эмоциональный груз, который они на себе тащат при этом. Даже если его плохо видно, он все равно будет ощущаться. И даже тот факт, что дети не воспринимают нормальную модель брака. То есть они думают, что вот это вот, дети в центре, а два родителя, два спутника, вращающиеся вокруг, которые занимаются охраной, обслуживанием и так далее. Они будут думать, что это нормально. И это означает, что они перенесут эту модель в будущее своей собственной семье. Я не знаю, какой веры придерживается Ковыч и придерживается ли вообще какой-нибудь веры. Заключал ли он брак только в государственных органах? В какой стране в государственных органах? Был ли он в церкви? Не знаю. Католики довольно четко формулируют три критерия, что является браком. Три признака. Брак это добровольный союз двух людей. То есть это осознанный выбор двух людей. Брак заключается с намерением прожить его вечно, то есть всегда пожизненно. То есть брак не предусматривает развода без вины. И вина должна быть серьезная вина. А даже когда развод состоялся, то повторный брак уже по-правильному невозможен. И третий признак это открытость к деторождению. Важный момент открытость. То есть никто не гарантирует и тем более для верующих людей никто никогда не гарантировал, что дети будут или не будет. И сколько их будет. Верующие считают это действием высшей силы. И вокруг неуважения вот этой вот высшей силы строится весь сюжет, который с кривым искажением вошел в основу сериала «Рассказ служанки». Я про это тоже рассказывал. Не для детей. Не ради детей. Не для счастья детей. А только с возможностью, что они может быть появятся. Ну в среднем, конечно, вероятность довольно высокая, что в браке хотя бы один ребенок да будет. А если человек свалился в режим, когда у него дети на первом месте, а это очень легкий режим, у него легко свалиться. У меня в том числе личный опыт был, я его описывал в том же самом ролике. Только это не повод гордиться. Ровно наоборот. Именно что выстраивание отношений с партнером требует сознательных усилий и очень больших усилий. Требуется работа над собой. Это смысл брака. В традиционном браке, если брать христианскую часть истории, задача брака это спасение. Спасение в христианском смысле. Это инструмент, механизм спасения. Даже в самом лучшем стечении обстоятельств дети в этом механизме это, в общем-то, краткий проходящий период. Ну краткий как? Он, конечно, может занять всю молодость и даже сверхмолодости. Особенно если детей там достаточно много. Но это конечный проходной период. Он не является целью. В общем, конечно, кто я такой, чтобы учить коуча или строить какие-то ставки, прогнозы, давать советы. Но мне кажется, что детоцентристский брак, тем более здесь он якобы для обоих родителей детоцентристский, это брак с очень высоким риском распада, как только дети покинут дом. Либо кто-то из родителей может начать создавать обстоятельства, которые задержат детей в доме, потому что будет понимать, более-менее даже осознавать, что вот на них этот союз держится. Уберите из него детей и как бы все, в нем смысла нет. В правильном браке после исхода детей, собственно, начинается, наверное, самая серьезная, самая интересная часть браки. И важная как раз для христиан. А для подходящих браку утилитарно, как для инструмента для обслуживания детей, на этом брак, в общем, заканчивается. Все. Как такси. Мы на нем доехали до нужной точки, а потом он нам не нужен. Означает ли это, что нужды детей никогда не ставятся выше родителей в традиционном браке? Да, конечно, нет. Такие ситуации бывают сплошь и рядом. В то же время, когда речь заходит о каких-то по-настоящему важных ключевых моментах, таких жизненных моментах, то даже женщинам, матерям, психологи объясняют эту метафору про маску. Сначала маску на себя, потом на ребенка. Понимаете, кто важнее в этой связке, от кого больше зависит. В этом вся сложность, которую проваливают большинство семей на сегодняшний день. Связь муж-жена должна быть важнее, приоритетнее и сильнее, чем связь родителей-ребенок. Именно тот факт, что люди не могут этого сделать, не умеют и даже не знают, что это вообще нужно делать. Он, в общем-то, похоронил современную брачную систему. Так что, по католическим критериям, жениться законным так называемым браком просто глупо. Это не является браком. Он не является нерасторжимым. И он не гарантирует открытости к детям. И, соглашусь, глупо вступать в брак ради свадьбы, но также глупо, если даже не глупее, вступать в брак ради детей. Но каждому свое по детскому вопросу. Всем пока, удачи! Постскриптум. Уже когда монтировал, вспомнил про интересную книжку, которую я читал. Есть такой автор-социолог американский Кэтлин Эдин. Я на нее вышел, потому что она одна из исследователей, которая научно-серьезно изучала феномен отцовства в современном большом городе. А если быть еще точнее, то речь в основном в исследовании идет про отцов из низших слоев населения. Там есть ряд исследований и просто про быт, и про семьи, и про материнство тоже есть отдельная книжка. Но книжку про отцовство я купил и прочитал. В общем-то, она заслуживает большого отдельного обзора, книжка интересная. Но в целом, картина, которую она там излагает, абсолютно совпадает с тем, что излагает Коуч Редпил. И это характерный признак именно низших слоев населения. То есть, триггером для образования семьи или хотя бы даже просто устойчивой пары является беременность или появление ребенка. Пары эти, естественно, крайне неустойчивые. Они постоянно там распадаются во всех сочетаниях, соединяются с новыми. У многих матерей дети от разных отцов. У многих отцов есть криминальная история или проблемы со злоупотреблением веществами, и безработица, и низкий уровень образования и так далее. В общем, полный спектр всего вот этого. И при всем том, что люди в целом стремятся к хорошему и хотят поступать хорошо, хотят сделать правильную вещь. Книжка называется Doing the best I can. Делаем то наилучшее, что можем. Но, в общем, ничего из этого здорового и долгосрочного и крепкого не получается. Поскольку у Коуч Редпил родной язык английский, ему было бы любопытно прочитать эту книгу вообще. Не работает эта система. И этот вопрос достаточно хорошо исследован. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова